Всем привет! В эфире Спорткадр, а это главная мультиспортивная программа нашего телевидения. Наверняка вы слышали об украинской теннисистке Марти Костюк, хотя, может, и не слышали. Но суть в том, что эта девушка путается в причинах своего перформанса, который заключается в том, чтобы не пожимать или пожимать руку той или иной сопернице. Так принято после игр. Не раз Марта адресовала странные обвинения в адрес Арины Соболенко, связанные с геополитическим кризисом в регионе. Но вторая ракетка мира, как большая спортсменка, направила все силы в нужное русло и победила без вопросов Костюк в первом раунде. Ролан Гарос в Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису, он же главный грунт сезона. Соболенко во втором круге сыграет с дебютанкой соревнований молодой белорусской Ириной Шиманович. Получается, можем поставлять теннисистов на турниры Большого Шлема даже в такой спортивной обстановке? Подобный вопрос также задали главному в белорусском теннисе Сергею Рутенко. Сложно сказать, что она чувствует. Я уверен в одном, что Арине необходима поддержка наших болельщиков, наша с вами поддержка. Точно она знает и надеюсь, что она услышит и почувствует эту поддержку. Это такой первый момент. Второй момент, что касательно Костюк, ну вы же видите, все это время максимально агрессивные заявления, максимально негативные, которые заявления с какими-то требованиями к нашим спортсменам, которые в принципе не имеют никакой причастности к тому, что происходит на сегодняшний день на Украине. И здесь можно было бы отвечать. И в принципе из этого возможно возникнет какая-то перепалка. На мой взгляд не стоит обращать внимания. Есть и другие отличные примеры. Ребята в паре играют. У нас отличная пара. Наш спортсмен и украинский, которые достойно выступают. Выиграли уже пару турниров вместе. С другой стороны, непонятен другой момент. Насколько мне известно, Украина запретила выступать своим спортсменам на соревнованиях, где выступают белорусы и россияне. Мне интересно, почему она вчера вообще играла. Поэтому здесь надо идти своей дорогой, доказывать свое превосходство и показывать результаты на спортивном корте или на спортивной площадке, а не в интервью и на пресс-конференциях. Мне это уже, вы знаете, иногда напоминает единоборство, когда спортсмены перед боем, как это говорится, трэш-ток, когда они друг друга поливают грязью и пытаются максимально спровоцировать для того, чтобы получить какое-то превосходство в ринге. Мне это никогда не нравилось. И, к сожалению, поведение Костюк мне напоминает именно такой момент, перед тем, как она играет против наших, против россиян. Всегда много такой именно грязи, агрессии, которая абсолютно не должна быть, не должно присутствовать в спорте. Мы об этом говорим постоянно, но где-то кто-то не верит, где-то кто-то говорит, что мы приукрашиваем. Но вчера налицо была ситуация после матча, когда Костюк прошла мимо и не пожала руку Арине, начали трибуну очень сильно псвистывать. Арина даже в какой-то момент подумала, что это ей, и начала общаться с судьей, но потом Костюк, уходя с корта, когда должна была поприветствовать публику, она это сделала, и публика в ответ ее только псвистала. А Арине после ее слов только аплодировали. Это был такой самый наглядный пример, я думаю, что тут, как говорится, комментарий излишний. За Иру Шиманович вообще это отдельная история. Мне очень отрадно и приятно то, что она впервые пробилась в основу турнира «Большого шлема», показала замечательную игру. Они вчера параллельно играли вместе с Ариной. В первом сете она проигрывала 2-5, вытянула на тайбрек, на тайбреке вела. То есть очень достойно показала теннис, хорошо выступила и заслуженно прошла в следующий круг. Ну и безусловно, я думаю, для нее это будет как такой приятный бонус и для всех болельщиков. То, что она сыграет на центральном корте против второй ракетки мира, против своей соотечественницы. Ну а для болельщиков это будет интересно, то, что две наши спортсменки будут выступать на центральном корте. То, что могут сегодня выступать наши спортсмены, то, что вы сказали в геополитической ситуации, ну, в принципе, в теннисе изначально было. И это заслуга, опять же, хочу подчеркнуть, пользуясь случаем, очень много кто говорит, что вот федерация международная отстояла спортсменов. Это не совсем так. Их отстояли ассоциации игроков. WTA и ATP. И, в принципе, отличный пример это был с футболдоном, когда организаторы не допустили наших спортсменов. Международная федерация на тот момент никак не среагировала, а вот уже непосредственно ассоциации игроков среагировали максимально и очень жестко, в принципе, поставили вопрос для того, чтобы вообще не повторялась эта ситуация. Поэтому в индивидуальных зачетах наши спортсмены могут выступать на сегодняшний день. Ну а мы ведем плотную работу для того, чтобы восстановить наших спортсменов в командных соревнованиях. Более месяца назад прошло заседание арбитража международного. И мы сейчас ждем, какое вынесут решение. Единственное, что могу подчеркнуть, это то, что с юридической точки зрения мы ничего не нарушили, и наше отстранение было абсолютно незаконно. Об этом много говорилось на заседании. В плане, вот если рассматривать чисто юридически, то, безусловно, 100% мы должны были бы иметь шансы на восстановление. Но, как всем известно, тут очень много политики.